Еферний бонжур! И сейчас я поделюсь с вами своим скромным опытом приготовления грибного соуса. Грибного соус это хит холостяцкой кухни. Почему? Потому что он универсален, он достаточно быстро в приготовлении и он вкусен и дешев. Настолько дешев, что для приготовления полтора литра соуса, это приблизительно на неделю-полторы использования, уходит ингредиентов на 20 гривен. 20 гривен это около доллара с копейками, доллар пятьдесят, доллар семьдесят. Обладая этим секретным, секретным хитовым рецептом приготовления грибного соуса, вы сможете всегда, когда устали, когда вам лень что-то готовить, когда у вас просто нет настроения, когда вы хотите кого-то удивить, поразить, соблазнить, вы можете приправить им или дополнить очень много гарниров. Картошка, рис, каши, но в основном это гречка. И лучше всего сочетается грибной соус из спагетти. С хорошими, итальянскими, правильными спагетти и грибной соус просто белиссимо. Требует очень мало ингредиентов. Это лук, сметана, соль и тмин. Здесь 700 грамм грибов. Грибочки могут быть любые, но я беру самое удобное, те что есть всегда и везде, это шампиньоны. Также нам понадобится пару ложек муки, баночка для того, чтобы приготовить, смесь муки и воды и сковородка, которая уже ждёт. Лизать его можно смачивая лезвие ножа холодной водой, тогда вы не будете рыдать, плакать, пускать сопли и тому подобное. Теперь его берём и перегружаем вот в такую вот посудинку. Ну вот мы взяли, теперь сюда высыпали грибочки. Теперь через 3-4 минуты мы видим, что грибы пустили сок. Нам нужно перелить вот в кастрюльку, которую я поменял на большую для удобства. И потом продолжать дожаривать грибы. И вот вы видите результат. Они не так вот поджариваются, чем постижно. Вот, смотри. И потом бросаем опять в этот котёл. Ставим это всё дело на медленный огонь. И вот так вот посыпаем это дело на собственный вкус. Естественно, что можно ещё и посолить. И вливаем сюда вот этот распор муки. Кстати, делать нужно муку обязательно с холодной водой. Ни в коем случае не с горячей, потому что она просто свернётся. Можем этим мешать. Теперь смотрите, как это всё начинает мгновенно загрустать. Видите? Оп! И оно уже достаточно такое плотненькое. Приблизительно 300-400 грамм сметаны делают из этого обычного жульена царский соус. Вот в таком виде соус практически готов. Можно его чуть-чуть покипятить немножко. Итак, из того количества, которое вы видели в кастрюльке, у меня получилось ровно полтора литра прекрасного соуса, которого хватает, как правило, на неделю-полторы. В зависимости от того, сколько к вам приходят гостей. И от того, какой у вас аппетит. Аппетит у вас будет прекрасный с таким соусом. Будьте здоровы и приятного аппетита!